Глобальная зачистка коррупционеров в России В ближайшее время ожидается задержание и других связанных с ней лиц Также на этой неделе был арестован топ-менеджер Росатома Геннадий Сахаров По делу об особо крупной взятке суд избрал Сахарову меру пресечения В виде заключения под стражу на срок до 26 мая 2024 года Сахаров занимал должность директора по капитальным вложениям Государственному строительному надзору и государственной экспертизе По этому делу также задержан первый заместитель генерального директора Орг Энергостроя Ему предъявлено обвинение в даче взятки Радостные новости пришли из Иркутска Там экс-чиновник мэрии Станислав Галашин Получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима За взятку в виде 9 квартир от строителей скандального дома на улице Пескунова Оборотень Галашина за то, чтобы закрыть глаза на многочисленные нарушения При строительстве дома и выдать разрешение на ввод в эксплуатацию Получил взятку квартирами от застройщика В очередной раз мы убеждаемся, что таким коррупционерам, как Галашин Безразличны возможные катастрофические последствия своих действий И прямая угроза жизням обычных граждан Для них на первом месте стоит личная нажива Без оглядки на мораль и последствия Ну что ж, 8,5 лет вполне справедливо для таких людей Мы рады, что государство отлавливает подобных оборотней Редакция «Моменты истины» продолжает принимать обращения от граждан И бороться с коррупцией Если вы столкнулись с проблемой или произволом чиновников То свяжитесь с редакцией по указанным контактам Редактор субтитров А.Семкин